Вертолётная экспедиция. Четырём пилотам предстоит преодолеть 60 тысяч километров и пролететь до далёкой Новой Зеландии. Как путешественники готовились к этому необычному турне, знает Станислав Редикульцев. До Новой Зеландии и обратно на вертолёте. Есть в этом что-то фантастическое. 60 тысяч километров и два месяца в пути проведут четыре московских пилота. Пожалуй, впервые в истории путешествия из Москвы до Новой Зеландии пытаются предпринять на вертолёте. Эта машина ниже человеческого роста, весит в два раза меньше, чем Деоматис. Чтобы решиться на такой вояж, нужно быть человеком как минимум стойким. Вот максимальный уровень комфорта, лежачих мест здесь не предусмотрено. А во-вторых, обладать колоссальной выдержкой. Представьте себе пятичасовой перелёт без туалета. Для того, чтобы преодолеть, сколь романтичный, столь и отчаянный путь, вертолёт пришлось модифицировать. Вот такие дополнительные два бака мы поставили. Это 300 литров керосина, что даёт нам дополнительно три с лишним часа полёта. Жёлтый вот этот плод спасательный. Это как у длиннобойщиков, да. Но спального места у нас сзади нет. Вот эти сидения будут сегодня сняты. И здесь будут размещаться наши шпагашки. А ещё на вертолёт поставили специальные поплавки. Часть маршрута пролегает над водой. И в случае экстренного приводнения они спасут экстремалов. Всего группа из двух вертолётов будет взлетать и садиться почти 80 раз за два месяца. Смотрим масло в хвостовом редукторе. Проверяем ход лопастей свободы, чтобы подшумники работают. Проверяем фильтры. Всё они у нас чистенькие. Это путешествие столичных вертолётчиков станет самым масштабным. Прошлогодняя кругосветка была почти в два раза короче. Весь путь предстоит именно что – пилотировать. На вертолётах нет автопилота. Можно верить. Родина знает, что в небесах весы пролетают. За перемещениями лётчиков можно следить онлайн. Кроме того, видео и текстовые отчёты о путешествии, которые они сами называют странным отпуском, пилоты обещают выкладывать в сеть почти неделю. Они будут двигаться только по территории России. Станислав Редикульцев, Денис Безлаковский, Антон Ситников. Вести. Москва.